Все лучшее детям. Сразу четыре детских сада открылись. Сегодня в столице Чувашии на новоселье в юных горожан побывали глава республики Михаил Игнатьев и депутат Государственной Думы, куратор проекта «Детские сады детям» Алена Аршинова. Полгода назад семья Колчина переехала в новый микрорайон. Чтобы развести троих детей в детские сады, за утро приходилось объезжать весь город. Времени хватало впритык, делится Нина Колчина. Сегодня у Колчина, как у 300 других семей, настоящий праздник. Их дети получили путевки в новый детский сад, который находится недалеко от дома. Дети уже до такой степени ждали садик. Мы здесь постоянно гуляем. Они каждый день спрашивали у строителей, когда вы сегодня пойдем, а завтра пойдем. Здесь у нас все новое, здесь все такое солнечное. Здесь ничего нету какого-то серого, скучного. У нас везде все позитивное. Но мы рады. Мы рады, что попали в эту группу, мы рады, что попали в этот садик. Сидеть в четырех стенах, хоть и красочно оформленных, воспитанникам детского сада «Непоседа» не придется. Ежедневно малыши будут посещать занятия по пению, танцам, физкультуре и плаванию. Для развития воспитанников старших групп установлен компьютерный класс. Здесь юные чебоксарцы будут не просто играть в игрушки, но и изучать основы компьютерной грамотности. Воспитанникам детского сада номер три повезло не меньше. Жители маленькой страны уже сегодня могут почувствовать себя настоящими учеными. В нашем детском саду есть уникальное, я могу сказать так, помещение. У нас есть чудесная лаборатория. Самое волшебное помещение, самая волшебная комната, где дети будут заниматься самыми настоящими опытами. Будут заниматься исследовательской деятельностью по физике, по химии и по биологии. 120 детей уже получили путевки в новый детский сад. Некоторым воспитанникам нет и двух лет. Первое время они будут приходить на занятия вместе с мамами. Мы очень рады, что садик открылся новый, очень замечательный. Близко к дому самое главное, надо легко ходить. То есть мы не думали, что раньше трех лет пойдем, но повезло нам. Государственная программа «Детские сады детям» реализована в этом году на 100%. Отметила депутат Государственной думы Алена Аршинова. И в следующем году снижать планку правительство не собирается. На этот год, вот на 15-й год, будет выделено еще 10 миллиардов рублей на строительство садиков. Программа будет продолжена даже в условиях вот сегодняшних некоторых проблем с бюджетом. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.